Почему люди входят в состояние уныния? Почему это опасно? Бог против депрессии. Он говорит человеку, если я тебя простил, и ты должен прощать всех твоих обидчиков. Он дал нам великое благословение, радость. И если им не дано, надо получить откровение, будь самим собой. Моя радость, полная, настоящая, искренняя, честная, не изменяющаяся, никто ее никогда не похитит, она в моем Боге. Ну аминь или нет? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Библейской победой над депрессией. Многие люди после проповеди, кто-то подходил молиться, кто-то задавал вопросы, с многими людьми пришлось провести время, потому что открывая свои... Перед другом мы видим, что в нашей жизни есть множество сфер, которые атакованы унынием. Мы ищем причины этих уныний, эти причины нам открывает Слово Божье. Мы не являемся людьми, которые находятся в какой-то слепоте и не знают ответа. Все ответы в Слове Божьем. И если человеку нужны эти ответы, приходи к Слову Божьему, приходи в церковь, где проповедуют Слово Божье, ты получишь свои ответы и будешь жить совершенно другой жизнью. Когда мы говорим о библейской победе над депрессией, мы не уничижаем другие источники помощи, когда медицина и многие другие пытаются помочь как-то людям выйти из состояния уныния. Но мы не являемся медицинским учреждением, поэтому мы благословляем всех, кто представители медицины искренне, но мы говорим о том, что именно здесь мы проповедуем Слово Божье о библейской победе над депрессией. И если вы помните, кто смотрел эту проповедь, я говорил о нескольких аспектах, которые считал важным и, молясь, получил это в своем сердце, что почему люди входят в состояние уныния, почему это опасно. Потому что есть многих людей, которые смирились с обидами и горечью, которые они носят внутри себя и носят годами, к сожалению, на близких людей. И сами не понимают, как эта обида, она приносит человеку болезни и немощи. Есть место священного писания, я положил в основании этой проповеди радость далеко не смех. Первый текст священного писания, это притча 17-22. Библия говорит нам, веселое сердце благотворно, как врачиство, а унылый дух, он сушит кости. Знакомое место писания многим людям, которые, читая его, должны понимать, что Бог, он не против радости. Он благословил человека, чтобы человек мог иметь такую позицию, как веселье. И на твое внутреннее здоровье, на твое веселье, в душе, в духе, в теле идет огромная атака. Атака всего, что нас окружает на этой земле, когда умножается грех, умножается беззаконие. Эта атака сегодня идет со всех сторон, лишь бы похитить у человека это внутреннее библейское здоровье. Одна из причин, одна из причин этого якоря, который тянет многих людей на дно, который думает, что состояние уныния, состояние такое депрессивное, состояние грусти, пустоты, это как бы нормальное состояние, с которым я должен свыкнуться, это моя определенная судьба, я просто теперь буду с этим жить, доживать и пришествия Христова ожидать. Бог против депрессии, скажи аминь, и Он против пустоты, потому что Господь это полнота, наполняющая все во всем. Враг же дьявол делает так, чтобы люди ходили в пустоте и не видели в этом никакого выхода. И когда человек имеет горечь внутри себя, это как открытая дверь для врага дьявола, который атакует жизнь человека. И впоследствии человек может даже на физическом уровне получить атаку по здоровью. Потом ты можешь молиться за его исцеление, ты можешь в принципе и какими-то медикаментами его как-то пытаться восстановить. А причина, проблема, она не решена, потому что корень совершенно в другом. Корень в том, что Бог, как основание Слова Божьего всех наших проповедей, Он говорит человеку, если я тебя простил, и ты должен прощать всех твоих обидчиков. Ну аминь или нет? Это освобождает твое сердце. Это делает тебя человеком свободы. Вторая сторона, мы говорили о неисполненных ожиданиях. Многие из нас ставят эти ожидания перед собой, не молившись, не взывая к Богу, не ища Его воли. Мы ожидаем от людей, ожидаем от родителей, ожидаем от страны, мы ожидаем от церкви, от служителей, мы от Бога чего-то ожидаем. Мы не просили, не молились, не с неба пришли желания, а пришли из кармана, пришли из рекламы, пришли из моды, пришли из тех, кому мы завидуем. И мы хотим то, что хотят они. Мы пытаемся подстроить людей под свои прихоти, под свои желания, а не получается. Многие люди, они огорчаются, опускают руки. Они думают, что весь мир против них. Они не принимают тех, кто в радости, в улыбке, в счастье. У них поднимается, они, конечно, этого не показывают внешне, но внутри у них поднимается боль. И если бы человек плакал, горевал, если бы у него дом сгорел, если бы у него машина разбилась, если бы у него еще что-то, ну как-то, знаете, нормально, ничего страшного. Это вот так вот у всех. А если он улыбается, и у него все хорошо. Если он как-то славит Бога, ну, у многих людей, у которых болезнь внутри духовная, они не могут переносить людей, которые в радости и в победе. Церковь – это место Божьего исцеления, где люди, приходящие впервые, первое, что видят, они это видят, они это чувствуют. Они сразу, я лично это слышал, многие служители слышали, говорили, вы какие-то другие, вы какие-то совсем иные. Я первый раз нашла общество людей доминирующих, которые находятся в какой-то радости, какие-то чистые, какие-то хорошие, какие-то улыбающиеся, приветливые люди. Кто вы, что с вами здесь происходит? Слава Богу, с нами работает Дух Святой. Он дал нам великое благословение, радость. Эта радость, как дар Божий и плод. И мы должны его развивать. Мы должны бодрствовать над своим внутренним состоянием и учиться радоваться с радующимися. Это оказалось большим экзаменом для многих людей. И, конечно же, плакать с плачущим. Это меньше экзамен, потому что вот этому мы как-то научились. Поплакчем без проблем. А вот порадоваться, это уже для совершенных людей. Когда ты увидишь, что у человека что-то благословенное, хорошее, доброе, и Бог его благословил, порадуйся. Прям подойди, порадуйся. Слава Богу за новую квартиру, за новый дом, за новый транспорт, за новую одежду. Как мы проходим экзамены успеха, когда ближнему твоему хорошо. И Бог видит твою радость. Он видит твой настрой. И Он говорит ангелам своим, благослови его. Подари ему. Высвободи на него. Защити его. Потому что это человек мира. Это человек радости. Это человек, способный поддержать чьи-то руки. И когда мы это в себе воспитываем, мы понимаем, все мирские ценности, ожидания, стандарты для нас становятся чуждыми. А номером один, мы ожидаем, что Бог через молитву начнет вкладывать в наши сердца свои ценности. И эти ценности, в них мы никогда не будем разочарованы. Ни в родителях не будем разочарованы. Ни в церкви, ни в стране, ни в земле, ни в финансах, ни в чем мы не будем разочарованы. Потому что мы с тобой понимаем ключ нашего благословения не в человеческих руках, а в руках нашего Господа. Ну, аминь или нет. Все. И когда ты живешь этим правилом, я не ожидаю, мне никто ничего не должен. Я строю отношения с Богом. Потому что в этом-то как раз и сокрыта опасность, когда ты перенаправляешь свое сердце на ожидания от людей. Ты тратишь время. Финалом твоих ожиданий будут слезы. Но когда ты ожидаешь от Господа, ты говоришь спасибо за людей. Ты говоришь спасибо за родителей. Ты говоришь спасибо за все, что меня окружает. Господи, спасибо Тебе. И ты строишь отношения с Ним, ты не теряешь время, а инвестируешь свое время в самую лучшую почву, которая присутствует только на видимом и невидимом уровне. Это отношения с Богом. Поэтому, когда человек имеет внутреннюю пустоту, самая главная причина этой пустоты, это то, что люди потеряли отношения с Богом. Они потеряли с Ним отношения. Вспомни первый плод, который был после момента рождения свыше. В твое сердце пришла удивительная радость. Эта радость, она переполнила тебя. Бог не против радости, скажи аминь. Он все сотворил для того, чтобы ты мог получить это внутреннее удовольствие, удовольствие, благословение. Но посмотрите, как прекрасен наш город Омск. Как чудно над ним светит солнце. Как у нас, когда ты идешь в церковь. Посмотрите, нам дорогу даже сделали. Я не знаю, ты думаешь, что это так вот просто все. Чтобы в Омске сделали дорогу, да еще и вот тут рядом с храмом. Вот мы привыкли, вот нам все здесь перекопают. Ведь придет осень, начнут опять менять трубы. Потому что у них свой календарь у этих людей. И мы начинаем грустить. И только самые великие духовные чемпионы будут способны добраться до храма. Потому что все вокруг будет перекопано. А теперь вон там сделали дорогу. Ну и пускай это 300 метров от нас. Если там сделали, мы порадуемся. Скоро 200, потом 100. А потом вообще прям до храма доведут. Надо быть способным видеть Божью заботу. Развивать эту Божью заботу. И я вижу, как Господь, Он просто любит нас. Он все сотворил для нас. Воздух. Иртыш прекрасный. Посмотрите. Я не знаю, люди какие в Омске. Ну, грустноватые, согласен. Но нас-то все равно больше становится. Мы-то все равно как-то по-другому. И мы отличаемся из этой категории. Потому что все время люди, которые думают. Чем я буду печальнее, грустнее. И даже в церкви перед Богом с братьями и сестрами. Тем они будут думать. Я более глубокий. Я более духовный. Я более такой сконцентрированный. Я вечно в постах. Я вечно в какой-то хмурости. Там, где хмурость, там Бог. Знаешь, и вот тут какие-то странные откровения. Но Библия даже говорит, что служитель Божий должен быть миролюбив. Я не говорю о том, что служитель Божий, как многие люди думают, что ты должен все время как-то вот поднимать в людей какой-то юмор. Нет, понимаешь, юмор – это какой-то тоже дар от Бога. И многие люди пытаются его как-то выдавить из себя. Но им что-то не дано. И если им не дано, надо получить откровение. Будь самим собой. Потому что даже любой юмор, любая радость, она должна, внимание, иметь духовную цель, духовный смысл. Если будут люди, которые просто пытаются смеяться ни над чем и всегда, то они формируются как пустые люди, не способные на что-то серьезное. И мы сегодня вот эти грани с вами должны проговорить. Потому что важно быть наполненной радостью Божьей, а не мирской. И вот я вспоминаю, когда я проповедовал эту проповедь «Воскресный день» про библейскую победу над депрессией, у нас был главный герой – пророк Илья. И именно с этого же самого контекста, давайте посмотрим третья книга царств, 18 глава, с 25 стиха. Посмотрим на Божьего человека, который служил Господу в самое непростое время. И сказал Илья, 3 царство, 18-25, пророкам Вааловым, «Выберите себе одного тельца, приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, «Ваале, услышь нас». Но не было ни голоса, ни ответа, и скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илья стал смеяться над ними и говорил, кричите громче, громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, он спит, так он проснется. Вы знаете, я вот вижу некую такую библейскую сатиру, знаете, сидит пророк Илья в таком супер капюшоне у него, знаете, у него одежда была из верблюжьей, ну такая дорогая достаточно. То есть у нас даже такой нету в Сибири, чтобы ты ходил в куртке из верблюжьей кожи. То есть он такой интересный был человек. И вот судя по тому, насколько он был близок к Богу, судя по тому, что в то время три года не было дождя на землю, он был в гонении, в поиске, на каждом столбе в Израиле висело его фото, его искал Ахав. И Илья приходит, чтобы совершить Божью работу и всех пророков Вааловых привести на тот суд, которым они достойны. И он предлагает им вот такое библейское сражение. Он говорит, вы призовите своего Бога. И они призывали с утра до вечера, ну с утра до полудня, они делали разные манипуляции. И вот сидит этот пророк Илья, даже в такое сухое время, в его сердце есть какой-то юмор. В самом хорошем смысле слова. Но не просто юмор, где пустословие. Не просто то, над чем бы вот лишь бы посмеяться. Каждый духовный юмор должен иметь цель, смысл, откровение. И это, конечно, что-то особенное. Когда ты даже можешь где-то пошутить, где-то порадоваться, где-то принести какую-то сатиру, я не знаю, что еще. Но когда в этом есть для людей какой-то ответ, какое-то понимание. Эти все пророки Вааловы в тот момент поняли, что он просто смеется над ними. И смеется так как-то качественно. Настолько вот он по-тоненькому. Но он достигает цели. Он говорит, да спит он, будите его. Кушает на завтраке ваш Бог. Или что-то еще. Я просто смотрю, он один, а их 400. Это чтобы у вас не сложилось впечатление, что я как-то против радости или против какого-то юмора. Я против пустословия. Я против вот этой пустоты, когда многие христиане, да ладно христиане, пасторы некоторые, которые думают, чем я буду веселее, чем вот я выйду. И вот я как скажу-скажу, я вот как развеселю-развеселю. И ты вот, знаешь, смотришь и думаешь, может быть ты как-то случайно попал сюда. Может быть тебе не надо этого всего. Вот присутствуешь на собрании, выходит служитель и говорит. Не буду я говорить. Потому что вот смотришь и слушаешь, я потом говорю, зачем ты вот это все говоришь? С Новым Годом там, там, то, то, то. Какие-то, знаете, вот пустое все. Нету в этом ни смысла, ни вовремя и неправильно. Сидишь, слушаешь и даже как противно. Если ты проповедник, проповедуй. Если будет уместно что-то сказать, скажи, чтобы это имело смысл. А если оно совершенно, я ломал лед. Какой ты лед ломал? Нам не нужна эта искусственная психология, ломать какие-то льды. Нам помазание нужно. В помазании есть радость. В помазании есть откровение. Вы знаете, я не служитель унылого духа. И если я проповедую, я проповедую, как вльется из моего сердца. Но здесь, за этой кафедрой, в нашей церкви настолько сбалансирована именно подача Слова Божьего, как каждый проповедник, как особый Божий сосуд. Мы не подражаем, не копируем. Мы не пытаемся каким-то образом искусственно развеселить народ. Нет в этом никакого смысла. Но смысл есть в том, чтобы преподать Слово Божье. И если в этом есть какой-то урок радости, благословения, то это чудесно, это прекрасно. В этом есть благословение. А многие люди думают, ну вот как-то надо... Знаете, волна такая пошла в некоторых церквях. Называют они святой смех. Но я не против смеха, как такового. Но как-то даже моя бабушка, знаете, она говорила, что вот смех без причины и так дальше. И я понимаю, что, знаете, на одно собрание меня пригласили. Проповедник, он вышел. Нет, что проповедовать. Он начинает, знаете, нагнетать, нагнетать, нагнетать. Смехом каким-то. Смотришь, там захохотала какая-нибудь женщина. Женщина, вы не подумайте сейчас ничего. Что вот вы прямо вот... Но я не знаю, почему-то вот в таких особых местах, где вот люди думают, что надо всех развеселить, и проповедник в эту кашу попадает, его всегда поддерживают какие-то особенные женщины. Вот у них, знаете, вот она как всю жизнь сидела, сидела, копила, копила, копила. Потом, знаете, вот приходит вот этот удивительный. Он раз на нее. Она как начинает хохотать. Ну, слушай, и там, конечно, захохочет еще кто-нибудь. Потом подходит этот служитель ко мне и показывает свои ладони. Ладони показывает. Смотри, смотри. Я думаю, слушай, ну что я там не видел? И он показывает. Пыль золотая. Ну, там, правда, засветился какой-то пот на его ладонях. Там он, конечно, увидел в этом больше, чем на самом деле есть. Пыль золотая. Бог послал нам пыль золотую. Я лично был на таком собрании. Я не мистик. Но я, знаете, вот я против всего искусственного. Я за божественную, честную и истинную органику. Не надо из моего Бога делать такого экономиста, который сидит на великом небе, увидел собрание хохочущих. И так, знаете, две крапулечки золотой пыль. Тюк. Вот такой вот он, знаешь, главное не переборщить. Вот две вот. И ему на ладонь. Слушайте, зайдите, вот у меня транспортное средство здесь стоит. Знаете, сколько там вот этого добра? Супруга моя, мы вот на свадьбе были, ну, платье хотела купить. Я сам вот сидел, смотрел и был согласен. Платье вроде так, что-то оно светится, шелестится. Если бы я знал, что после вот таких вот этих платьев в моей машине будет вот... Там греби лопатой, понимаешь? И не потому, что это с неба все упало. Просто надо качественное платье покупать. И не гонялся, как говорится, бы ты поп за дешевизной. Потому что оно вот... Слушай, если я такое платье в храм принесу, и мы тут уж устроим... Не дай Бог вообще, чтобы это когда-нибудь было в нашей жизни. Нам не нужно ничего искусственного. Не надо пытаться собирать вот эти вот какие-то там... У кого там что выпало или отпало от одежды. И думать, что великий, щедрый Бог сбросил нам немножечко, чтобы нам поменьше работать. Если бы Бог нам давал, Он вот этими бы копеечками бы не кидался. Наш Бог, щедрый Бог. И меня прям, знаете, прям выводит. Прошу прощения, но выводит из себя, когда из Бога делают такого экономиста. Я бы полностью согласен. Приходишь на воскресное собрание, минимум, чтобы здесь 10 килограмм золота. Ничего, только церковного, нашего общего. Вот это я бы сказал, да, Господь. Вы скажете, ну что такое 10 килограмм по сравнению с великим Богом? Давайте начнем хотя бы с этого. Но никак, не какие-то там светящиеся ладони, которые ты давным-давно не мыл, и вот ты в этом увидел великую Божью заботу. Наш Бог щедрый. Но искусственно не надо нагнетать чуждую, бесплодную радость. В радости должен быть духовный смысл. И когда человек, он не развивает этот дар, он понимает, что когда я уверовал, этот дар пришел в мое сердце. Я увидел прекрасную жизнь во Христе. Мне стало радостно, радостно. В мое сердце пришла жизнь. Ушла пустота, ушла депрессия, ушло состояние уныния. Это сделал Господь. Никто не мог этого сделать. Но насколько прекрасен Дух Святой и отношение с Ним. Дух Святой дает этот плод нам, дает эту возможность нам. Потому что, ну посмотрите, о чем учил апостол Павел. Возьмите послание филиппийцам, 4 глава, 4 стих. О чем говорил Божий помазанник. Давайте посмотрим с вами место Священного Писания. Радуйтесь всегда в Господе. И еще, говорю, радуйтесь. Но в этой радости есть разница. Потому что, когда радость идет от пустословия, когда радость идет искусственная, когда многим людям нужно всего лишь где-то, вы знаете, посмеяться и похохотать, и в это входят и пасторы, и служители, и проповедники, которые нагнетают и как бы в эту воронку буквально заныривают и думают, мне бы нужно обязательно приготовить к проповеди какую-нибудь шутку и начать именно с нее. Не делайте так никогда. Пусть все будет искренно и честно, исходящим из вашего сердца. Если Господу нужно будет, и Он даст вам откровение, историю из вашей жизни, Он даст вам благословение, и вы сможете проповедовать, и сможете передать какую-то мысль, но в которой будет какое-то божественное зерно. Посмотрите местописание книги Притч 14-13. Библия говорит, что при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. И я рассказываю вам эту историю про вот эти вот золотые намеки. Я хочу сказать, знаете, вот я вышел с того собрания, я потом довозил людей из наших, ну, всегда же там, знаешь, знаменитый проповедник приехал, и мне в ту ночь снится сон, как некоторые люди с нашей церкви пошли на это собрание. И прям идут, идут, идут. И мне прям сон снится, я прям четко вижу этих людей. И, конечно, ну, там пастор пригласил, и я там тоже пошел туда. Я так стою на том собрании, поворачиваюсь, и тех, кого я видел во сне, вот они вон и не стоят там. А почему-то им не было радостно, когда они меня увидели. Ну, и мне было грустно тоже. Но я вышел с того собрания, посадил в машину, начал развозить людей. Вы знаете, я не чувствовал давным-давно такой опустошенности. Вроде бы кто-то там нагнетал, вроде бы что-то там радовались, вроде там кто-то там смеялся, вроде так даже гоготал, но, понимаешь, когда от Бога приходит радость и жизнь, ты ее сохраняешь, она внутри тебя. Ты даже после собрания пойдешь домой, какая бы тебя лужа ни обрызгала, ты все равно внутри не достанешь, потому что твоя радость основана на отношениях с Богом. А многие строят свою радость на том, чем бы обладать, чтобы иметь. И вот от этого многие люди, ну в мире так поступают. Радость приходит на короткое время, потому что тебе что-то отдали, ты что-то одел, в чем-то поехал. А мы, христиане, основание нашей радости другое. И когда я выхожу из подобных собраний, ну выходил, я больше, конечно, туда не хожу, когда там и церковь-то перестала существовать, прошло просто время, вот вам и плод, вот вам и плод. Уже не смешно, понимаете? И вот это противное состояние опустошенности я запомнил очень хорошо. Их прям вот, прям несколько таких сигналов за мой 20 с лишним лет служения было. Вот я чувствовал просто пустоту, как просто нету в этом Бога, вот и все. Но ты знаешь, когда приходит от Бога радость, когда в твоем сердце есть радость за ближнего, когда ты понимаешь, что это не наигранно, не накручено, не раскручено, тогда эту радость и ее никто не похитит внутри твоего сердца. И мы должны научиться этому. Давайте посмотрим место священного писания. Послание к Ефесской церкви, Новый Завет, 5 глава, 4 текст и ниже. Библия говорит, «Так же сквернословие и пустословие, смехотворство, не приличны вам, а напротив, благодарение». Проблема-то не в том, что многие люди над чем-то посмеялись. И вот тебе после молитвенного служения в среду пастор проповедовал, что радость это вообще не смех, и все, и церковь жатва погрузилась в такую духовность, знаешь, ни улыбки не увидишь, ни ликования, нет, 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 нет. Мы просто должны научиться увидеть разницу, что есть от Господа радость, а что есть просто смехотворство. И не будем играть в такие игры, что христиане, они не увлечены состоянием посмеяться бы да над пустым. Многие люди почему бросились в различные соцсети, почему они там часами некоторые просиживают над пустым, потому что где-то потребность эмоциональная порадоваться есть, в Боге они это не черпают, они черпают это в разных социальных сетях. Разные ролики, юмористические, которые унижают, уничижают, показывают глупость людей. И над этим, чего же не посмеяться? Проблема-то в том, что не в том, что ты пять минут посмеялся и все, а проблема в мышлении, что многим из нас это потом хочется, многие проводят в этом время, и это формирует несерьезное состояние характера и мышления в подобное. В христианине, вот и все. И потом эти люди очень легкие, с ними невозможно сделать какое-то великое дело. Их уже не радует ничего духовного, им нужно что-то мирское. И вот они живут от этих, знаете, получил что-то, посмеялся над чем-то, какую-то юмористическую передачу, где унижают кого-то, где пошлые какие-то вещи звучат. И многие христиане, на них смотришь, разницы в верующем и мирском, там прям не видно никакой. Но мы же свет Божий, мы же Божья соль. У нас с тобой должна быть самая честная радость и совершенно о других источниках, из других источников, каких, от чего радуются христиане. Давайте посмотрим. Первое. Псалон 121, первый текст. Давид сказал, «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Вот причина радости Божьего помазанника, представьте, это все-таки царь. Это человек, бюджет которого, поверь мне, был побольше, чем всех нас вместе взятых. Он мог себе позволить, наверное, многие вещи, связанные с его плотью, здоровьем, пищей. Но радость в его сердце, ликование и внутренняя победа, да, да, эмоции, чувства, все, оно поднималось не от того, что он что-то имел, как царь, а от того, что ему сказали, «Пойдем в дом Господень». Что поднимается иногда у нас, когда речь идет о том, что сегодня среда, мы идем на собрание. О, сегодня четверг, домашняя группа. О, опять воскресенье, и надо идти. Служители, особенно на которых бывает львиная доля нагрузки, которым в воскресный день нужно прийти сюда раньше всех, на молитву встать, подготовиться, погладиться, помыться, а если еще поздновато легли, а там общение, там служение, и вот это только глаза закрыло, вот тебе опять утро уже, прям все исчезает, где силы брать? И вот сказали тебе, «Пойдем в дом Господень». Как ты идешь в дом Господень? Это зависит от тебя. И если ты воспитываешь и расширяешь в себе радость о доме Божьем, я увижу моих братьев и сестер. Я там поклонюсь моему Богу в хвале. Я получу от Господа слово, я буду молиться. И я могу привести разные примеры, как люди в церкви поистине черпают эту Божью истинную радость. И Давид сказал, «Я возрадовался от церкви, мои братья и сестры, передайте это другим людям, которые уже не радуются, которые оставили дом Божий, которые думают, что мир предложит им что-то повеселее». Нет, это всего лишь искусственный, пятиминутный заменитель. Впоследствии все, кто отступил от Бога, они окажутся у разбитого корыта, в великой депрессии и унынии, где соль потеряет силу, и дьявол, он будет глумиться над ними, как словно кусок сырого мяса от голодному льву. И многие люди это знают, они это говорят, они впоследствии бегут от этого состояния, им сложно восстановиться. И многим им враг говорит, тебя здесь никто не ждет, там все радостные, счастливые, у тебя разбито все сердце, душа, туда даже не ходи, там тебя осудили, отлучили, поставили печати, какие-то тебя там нет. А мы здесь молимся, ожидаем отступивших, потому что они тоже дети Божьи, но просто как блудные сыны и дочери. У нас большое сердце, чтобы вместить их в свои молитвы и свои объятия, но аминь или нет. Мы должны передать им это. Второе, что приносит радость в сердце Божьих людей. Посмотрите Евангелие Луки, 15 глава, 7 текст. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вы знаете, вот состояние, когда ты молишься о ком-то, и может быть, эта молитва года, и ты ожидаешь прорыва, когда спадет рабство, греха, зависимости, когда глаза, сердце человека откроются, чтобы прийти в Дом Божий. Если ты стоишь за кого-то в этой молитве, и вот человек приходит к алтарю, или вот совсем недавно прошлая суббота в нашей церкви было водное крещение, когда ты видишь этих людей, которые уверовали, дошли до уровня водного крещения, они все в белом, счастливые, радостные, ликующие. Вы знаете, это незаменимое, ее нигде больше не найти, такую радость о покаявшихся людях, о том, что Царство Божье растет, наша поместная церковь растет, что Бог слышит наши молитвы, люди выходят к алтарю, люди встают в служение. И вот ангелы Божьи, они радуются, посмотрите, эквивалент в процентном соотношении, о том, что даже 99 праведников так их не впечатляют, как один покаявшийся грешник. Вот где настоящая божественная ценность. Поэтому, если мы хотим настоящей радости, проповедуйте Евангелие, приглашайте людей в Дом Божий, на домашние группы приглашайте, вы увидите, почувствуете и вместе с Духом Святым разделите эту радость, когда человек выйдет из-под власти сатаны и вернется к своему Творцу. Вот это великая радость. Ну, аминь или нет? Аминь. И третье, я хочу, чтобы вы запомнили, это радость о Господе. Радость о Господе. Множество мест Священного Писания, которые я перечитал, но я понимаю, что если даже вы поисследуете Ветхий Завет, Псалмы или книги Второзакония 28 главу, многое-многое в Новом Завете, просто Библия полна этих откровений. Я взял одно место Священного Писания, это книга пророка Исаия, 61 глава, 10 текст. «Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждой правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Этот текст, я думаю, что достоин, чтобы мы его взяли в свое сердце и выучили его наизусть, чтобы мы понимали, в чем настоящий источник непроходящей, неизменяющейся радости. Все, что мы имеем, кушаем, носим, все, даже с кем мы живем, все, где мы живем, все изменится, все исчезнет, все однажды потеряет свою ценность, кроме самого главного неизменяющегося источника. Этот источник сам Бог, сам Творец. Когда мы это откровение поймем и будем носить его в своем сердце, глубоко в своем сердце, никто никогда не похитит у тебя этой радости о Боге. Потому что я признаю, ну, сильно радостно, когда ты чем-то обладаешь, что-то приходит, чем-то тебя благословил Господь. Я писал в телеграм-канале в своем вчера свидетельство того, как кто-то перевел средства и благословил. Я даже не знал об этом. Ну, слушайте, пришли финансы, я открыл этот Сбербанк, я не могу, смотрю и думаю, не может такого быть. Кто-то благословил средствами, кто-то потом написал, а сколько там было, но я не скажу. Зачем тебе терять сон, правда? Ну, то есть, я же так тебя люблю, что я тебе просто не скажу. Да не так много, но достаточно, чтобы я, как обычный человек, возрадовался, Бог обо мне поздоровил. Слава Богу! Я думаю, как легко иногда вот найти эту радость от того, что тебе что-то дали, накормили, положили, и ты чем-то стал обладать. Ну, все это может исчезнуть и измениться. Мне так захотелось отключить телефон, чтобы, не дай Бог, кто-то мне не позвонил и сказал, ошибка, верните. Но Бог никогда с неба не скажет ошибка. Ты не был в планах моего покаяния. Тебе не было места на моих золотых улицах на небе. Я не делал под твое имя, личность, фамилию обители на небесах. Бог так никогда не скажет. Он надел тебя в ризы спасения. Это больше, чем одежда. Он воздрузил на тебя венец, как на жениха. Ты не будешь одинок. Он как невесту украсил тебя. Ты не будешь одинока. Он приблизил тебя к своему сердцу. Господи, как сегодня многое радует наше сердце. Как много благословенных людей, природа, люди, родственники, благословенная жизнь. Но по сравнению с тем, кто есть ты, по сравнению с тем, какую ценность ты имеешь в моем сердце, все остальное, все остальное, оно меркнет. Поэтому я хочу, чтобы ты положил в основание своих отношений с Ним одну мысль. Моя радость, полная, настоящая, искренняя, честная, неизменяющаяся. Никто ее никогда не похитит. Она в моем Боге. Когда сказали мне, пойдем в дом Господень, я с радостью пойду. Когда я вижу покаяние, и если я участник этого покаяния, я всегда буду радоваться и ликовать. В Царстве Божьем прибыло хотя бы на одну душу. Но больше всего я буду радоваться о моем Господе. И в финале этой проповеди я всех вас хочу призвать, процитировать книгу пророка Исаии, 61 главу, 10 текст, вместе вставши на свои ноги. Давайте мы поднимемся. Если эта проповедь и это слово простое, оно стало частью твоего сердца, давай мы провозгласим это, провозгласим это громко, провозгласим для самих себя, провозгласим это для своей души. Давайте посмотрим на этот текст и вслух скажем его. 3-4. Аминь или нет? Воздай Господу славу! Субтитры создавал DimaTorzok